В церковно-приходской школе прошли казацкие посиделки. Так в Губкинском отметили Всемирный день казачества. Он был учрежден в 1989 году. С тех пор его празднуют каждый второй четверг ноября. Мероприятие подготовили специалисты централизованной библиотечной системы. Гостями праздника стали школьники четвертых классов и губкинские казаки. Это молодой праздник. В принципе, его никогда никто не праздновал. Только сейчас казаки начинают праздновать те праздники, которые были раньше. Как отметил атаман, этот праздник – хороший повод вспомнить об истории казачества. Рассвет казачества произошел в 16-17 веке. Но корни казачества зародились гораздо-гораздо глубже. Основной задачей которого являлась защита нашей Родины. Так было до гражданской войны. После гражданской войны казачьи войска были расформированы, а население Дона, Оренбург и Урала были поднимуты жесточайшим репрессиям к красному террору. Юным гостям рассказали о быте, культуре и казачьих обрядах, которые строго хранятся и передаются из поколения в поколение. Также на встрече ребятам показали фланкировку – казачье искусство владения шашкой. Казацкие посиделки вызвали живой интерес у школьников. Ребята увлеченно смотрели видеоролики с настоящей казачьей свадьбы и с удовольствием участвовали в конкурсах. Мне понравился конкурс, когда мы передавали лошадку. Мне больше всего понравилось сегодня играть в игры, все разные. Я не знал о казаках, то, что они носят шашки, и оружие у них разное есть. На втором этаже церковно-приходской школы работала экспозиция. Она знакомила гостей с бытом и культурой казачества, а также деятельностью Губкинского хуторского казачьего общества. Елена Канина, Денис Гимб, Новости Губкинского.